Посреди улицы Некрасова появился неопознанный предмет. Подойдя ближе, понимаешь, что это стол, на котором когда-то упаковывали продукты покупатели магазина «Звездный». Сегодня от популярного когда-то продуктового супермаркета осталось одно название. Безобразие. Закрыли, по-моему, уже год назад. И здание стоит. И это никем не обслуживается. Удобный был магазин. Всегда было. Мало было народу, в отличие от Плаза, Спара. Вот. Всегда можно было зайти с детьми, купить шоколадку. Поэтому жалко, что его не стало. Стали машину оставлять, просто сюда заезжать, и это превратилось в бесплатную автостоянку. Что тоже как-то не очень для детей хорошо. Произведения начинающих или, скорее, неудавшихся уличных художников, осколки витрин на парапете и полузаброшенная прилегающая территория. Все это создает не самую живописную картину в центре большого спального района. Город наш грязный. Не убирается. Власти нету. Раньше это как-то лучше было, когда работал. Сейчас как бы в упадок все приходит. Объявления на двери гласят, что магазин не работает с 24 апреля прошлого года. И, по словам жителей соседних домов, бывший «Звездный» практически сразу стал излюбленным местом скопления компаний подростков. Они-то и нанесли урон зданию. Я уже звонила в полицию дважды. Здесь молодежь собирается, устраивает здесь такие. Вот там все двери раскрыли, они были закрыты. По крыше там бегают, и по этому ящику стучат, пьют посуду. Помещение магазина находится в собственности муниципалитета. Объект выставлен на торги. Ранее его арендовало обеспечение в НЕФ. Но договор был расторгнут, а здание передано в казну. Пока помещение не обрело нового хозяина, за ним должна присматривать МУП «Товарная база». У нас заключен в настоящее время договор безвозмездного пользования с МУП «Товарная база». Согласно условию договора, все эти вещи прописаны. Они должны обеспечивать сохранность, уборку и присмотр за данным зданием. По словам директора товарной базы Сергея Поздяева, для контроля за состоянием здания на территорию Звездного несколько раз в неделю выезжают специалисты. Закрепить за объектом сторожа или охранника невозможно. Там просто-напросто нет отопления. Поэтому обеспокоенным жителям района приходится прибегать к помощи полицейских. Судьба Звездного решится на аукционе 28 мая. Стартовая цена лота – 26 миллионов 850 тысяч рублей. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.